Как вы считаете, как проще всего построить вообще свою политическую партию в нашей стране? Есть идеи? Мне кажется, вы свидетели. Надо сказать «Врем и на Европа» и больше ничего не надо. Или хотим таможенный союз. То есть два лозунга подняли, а за ними ничего не стоит больше. Понимаете? А как же с нашим домом? Мы что, будем только заниматься удовлетворением желаний наших друзей на Западе или на Востоке? Или, может быть, мы займемся все-таки решением тех проблем, которые мы имеем внутри страны? А их надо решать, их можно решать, их достаточно просто решать. Например, что нам мешает создать систему, при которой наша молодежь могла бы иметь рабочие места? Фраза «Хорошо, где нас нет», она вроде простая, банальна, но наполнена глубоким смыслом. Действительно, хорошо, где нас нет. Потому что, во-первых, мы не ценим то, что имеем, мы плохо знаем, что имеем. И, во-вторых, мы выбираем таких людей для того, чтобы они управляли тем, что мы имеем. Что мы скоро в этом разочаровываемся. А молодежь хочет уехать, потому что молодежь не очень понимает. А вот, закончив здесь вуз, что же она будет делать, да? Как вы сможете обеспечить себе достойную жизнь здесь, правильно? То есть вы хотите создать семью, вы хотите в короткие сроки решить свои проблемы с жильем. Вы же не хотите по квартирам мыкаться, правильно? И вы хотите иметь жизнь, которая просчитывается на какие-то, ну, хотя бы несколько десятилетий. Тогда тоска по-неизбыточному сменится на уверенность в лучшем будущем в своем родном городе. Точно так же и в управлении городом. Надо найти средства. Столицам с удовольствием дают взаймы. Но нельзя брать взаймы, так как берется сейчас на 10 лет под 5-7% годовых. Надо брать на 25-30 лет под 1-2% годовых. Такие средства можно найти. Я люблю Кишинев за то, что здесь живут хорошие люди, добрые и все такое. Я люблю Кишинев за то, что это мой родной город. Я люблю Кишинев за то, что я провела здесь все свое детство и здесь мои друзья. Я люблю Кишинев за то, что тут живут такие замечательные люди. Я люблю Кишинев за то, что я здесь родился, здесь живут хорошие люди и тут много перспектив для будущей жизни. Родился и здесь проходит самая жизнь. Меняться радикально, чтобы изменился радикально. В лучшую сторону. Да, меньше мусора, больше ухаживали за городом. Я бы хотела, чтобы у нас были дороги лучше. Это главное, потому что дороги у нас ужасные. Чтобы транспорта было больше, потому что вообще невозможно ездить. Все маршрутки переполнены, постоянно пробки, непонятно что. Мне хотелось бы, чтобы в Кишиневе стало чище, было больше добрых людей и чтобы изменилась немножко система образования. Мне бы хотелось, чтобы в городе было больше зеленых насаждений. Мне бы хотелось, чтобы наш город был чище, чтобы парки были устроены с клумбами и чтобы у нас не менялись маршруты наших маршруток. Мне бы хотелось, чтобы молодежь в нашем городе получила больше возможностей для саморазвития. Мне бы хотелось, чтобы уже наконец-то очистились наши озера, потому что они очень грязные. Потом мне бы хотелось, чтобы нормальная была дорога, на которой можно было нормально кататься на велосипеде. Потом мне бы хотелось, чтобы дорогу расширили только в тех местах, где это действительно нужно, а не просто так от балды. Потом мне бы очень хотелось, чтобы не было вот этого неравноправия. Мне бы хотелось, чтобы город стал чище, чтобы люди были добрее, чтобы прекратилась насильственная руманизация в школах, чтобы не отменяли русский язык. Мне бы хотелось, чтобы везде люди, начиная от магазинов, заканчивая заправками, чтобы люди были более доброжелательными, если можно так сказать. Потому что бывают моменты, когда ты зайдешь в магазин, ты посмотрел на вещи, а на тебя смотрят, как будто ты хочешь ее украсть. Мне бы хотелось, чтобы в нашем городе представлялась работа студентом, которая будет хорошо оплачивать. Можно было прожить? Да, можно было прожить не за свой счет, а не за родительский. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok